Правление Павла I, столь же противоречивое, как и его личность, завершило XVIII век. Стремясь навести в стране порядок, император отменил многие реформы своей матери, Екатерины II, и облегчил жизнь низшего сословия, тем самым подняв против себя представителей дворянства. Итогом правления стало усиление бюрократизма и установление военно-полицейского принципа управления империей, а жизнь самого Павла оборвалась в результате последнего дворцового переворота в 1801 году. Со смертью Павла завершился век просвещения в России, на протяжении которого формировалось культурное пространство империи. При наследниках Петра I продолжалась европеизация страны, что особенно ярко проявилось в культуре и повседневной жизни. В России появилась опера и театр, в живописи и архитектуре складывались собственные школы, динамично развивалось искусство, литература, образование. На протяжении века популярность приобретали различные стили. Так, при Петре I и его ближайших преемниках в моду вошло пышное и вычурное барокко. Петр III отдавал предпочтение рококо, но недолгое правление императора не позволило стилю раскрыться в полной мере. При Екатерине II популярность приобрел классицизм и сентиментализм. Культурное пространство страны менялось кардинально, однако низшие сословия пока не ощутили значительных преобразований. Раскол между высшими и низшими слоями общества углублялся. Субтитры создавал DimaTorzok